привет друзья вы смотрите вторую часть бестселлера абсолютного бестселлера сравнительный тест двух российских автомобилей москвич 3 и lada vesta sv cross оба с вариатором мы уж замеряли замеряли мы все просто что можно замерили вот в этом предыдущем тесте вы видели как мы посмотрели лакокраску сейчас будет не хуже включайте свои мысли как следует и в конце решим что будем брать из этих двух а может быть сразу оба поехали ну а если не видели первую серию но она естественно по ссылке в описании объяснять не надо переходите смотрите у нас автомобили не полноприводные и вообще не внедорожники но на москвича есть а на вести нету хотя там и стоит abs но он все-таки какой-то новый отечественный сделанный на заводе этого мало ли что там наши кулибины по напридумывали кто знает давайте проверим тем более что можем этот тест очень наглядный вот так я на него посмотрю и уже на лед спокойнее буду выезжать но посмотрим сейчас пока я ничего не добавляю сейчас смотрим на каком уровне подхватит вот притормаживает вот ну вот молодец с выстрелом здесь скользко на обочине после снега запорошенного здесь зацепился и поехал сейчас посмотрим может наш волшебный abs тоже так умеет друзья нас уже пригласили авто мпс на тест весты съесть и это событие вот представьте себе что машина у вас без этой системы сейчас посмотрите наглядно покажут ролики павел тебе есть что добавить но я напомню что старая веста которая была с и спи без проблем преодолевала в любые диагональные вывешивания это хорошо помню вот пока около холостые обороты не кручу сколько вам оборотов сколько закажем потихоньку поднимаем 2 500 надо пристегнуться увы без шансов принципе этого стоило ожидать вот представляешь это вот типичная ситуация вот только что выпал снег выпал и там подмерзла водичка у тебя ты стоишь на обочине левым колесом и чё ты будешь делать согласен друзья мы измеряли на это магистрали разгон до сотни москвич выдает 10 и 4 лада веста с вариаторов 12 и 2 сейчас параллельные старты с павлов вот я его вызываю и он почти готов павел на связи на связи ты помнишь да но допустим мы имитируем обычный разгон где-то со скорости 50 километров в час в ручном режиме не надо ехать у тебя есть кстати ручной режим да все есть но здесь бессмысленно тоже вариатор какие тут ступени ступени нету пускай мозги сами решают как им лучше давай на счет 3 1 2 еще чуть-чуть сбавляем 3 уходит уходит потихоньку со старта одновременно тронулись ходу все-таки уходит 98 100 103 до 110 разогнались но ты был далеко но они не далеко ну чуть больше корпуса я бы не сказал что это много я тебе почти в зеркале не видел и но правда разгонялись мы долго как-то капот в капот хочешь еще попробовать или нет смысла да давай еще раз интересней с малых скоростей может быть у меня за счет того что он атмосферный пока у тебя турбина раскрутится мой сможет что-то показать интересно так притормаживаем до 30 раз два три хорошо идет на старте отлично вырвался на ходу догоняет 110 115 120 все обошел после 100 активно выходит даже после 80 и как ты это оценишь где-то на скорости уже 110 я тебе начал доставать но может быть составе на 130 уже хорошо обошел даже раньше даже раньше на самом деле уже где-то на 80 начал прямо активно приближаться и да на верхах обошел но вот пожалуйста разница атмосферный или турбированный мотор по большому счету на низах пока раздувалась турбинка я активно вырвался вперед а потом догнала разница в городе уже такой конечно не будет там вопрос только удобства дозирование тяги кому что больше нравится но вот специалисты говорят что это сочетание атмосферного мотора с непроверенным вариатором довольно рискованная штука что ты думаешь категорически не согласен потому что моторов атмосферных с автоматом и с вариатором валом что одна что вторая коробка очень распространенной более того точно такая же как на вести коробка ставится насколько я знаю но моды с 5 а там тоже атмосферный мотор и вообще никаких проблем причем еще даже более слабый чем на вести здесь момент от двигателя практически такой же как сама коробка способна переварить то есть они максимально близко друг другу подходит хорошо спасибо но на особенностях подвески данного автомобиля мы останавливаться долго не будем потому что у обоих наших испытуемых подвеска в принципе одинаковые конструктивные ну по крайней мере по одинаковым принципам сзади так называемая скручивающаяся балка или полузависимая подвеска или независимая с интегрированным стабилизатором называйте как хотите спереди амортизационные стойки подвеска типа макферсон на этой машине с пробегом который нам досталось 13 тысяч километров принципе нет никакой коррозии я не знаю заводская ли это обработка или дополнительно дилер делал но все прям покрыто хорошим ровным слоем и никаких следов коррозии я здесь не вижу в задней части автомобиля установлен топливный бак его объем 50 литров что меньше чем у весты 55 литров а для городского автомобиля это тоже существенный фактор разъемы к нему подходят спереди вот здесь мы видим топливный фильтр и все магистрали трубки прикрыты вот таким вот пластиковым тубусом что в общем-то приятный нюанс по передней части все еще проще из основного что я бы отметил это то что нижние шаровые опоры здесь сменные на болту гайку открутил вроде меняется без проблем в отличие от весты где придется высверливать заклепки также спереди мы видим ну не очень толстую но все-таки достаточную стальную защиту заводскую защиту что очень хорошо но это не внедорожник поэтому для города и такой толщины достаточно за ней конечно же спрятан главный герой нашего сегодняшнего видео вариатор вариатор этот технически бельгийской фирмы punch но разработан он вроде как компании zf а потом был куплен китайцами родство в общем такое сложное как бы то ни было это ведь и три модели панч 5 3 по сути ответе 2 не от своего первого модели ведь один отличается не очень сильно просто улучшена во всех смыслах и вроде как ресурс должен достигать 200 или даже 250 тысяч километров пробега что опять же не означает что она ровно после этого момента развалится при должном обращении убить можно все что угодно в отличие от вестовской коробки которая китайская ван лиян копия джатка здесь нету гидротрансформатора в качестве связующего элемента между двигателем и коробкой у нас просто пакет фрикционов фактически сцепление ну чтобы вы понимали если вам это ни о чем не говорит это как сравнивать роботизированную коробку передач и обычный традиционный гидромеханический автомат вот разница примерно такая же и когда едешь на самом деле вот эти вот толчки схлопывания сцепления и потом его размыкания они ощущаются что в принципе глобально не влияет на ощущение от вождения в нем также как и вестовском ван лияни используется шестеренчатый масляный насос очень хорошее решение вообще вечный в отличие кстати от джатка оригинала который копировали ван лиян на есть из конструктивных минусов этой коробки стоит отметить то что у нее очень компактный корпус и по сути один общий масляный объем всего 400 чем-то литра 4 и 3 по моему общая заправочная емкость и соответственно вся стружка она распределяется равномерно по всем узлам включая дифференциал включая пакеты фрикционов и конечно же очень чувствительные к этому делу конуса вариатора из плюсов данной коробки стоит отметить пожалуй самое главное и очень широкую распространенность она на огромное количество автомобилей ставилась существует уже очень очень давно как я уже сказал делала компания zf поэтому с инженерной точки зрения сделано хорошо и скорее всего прослужит вам верой и правдой довольно долго как я уже и говорил коробка здесь стоит джатком называется она 7 ти 18 18 данном случае это десятки ньютонометров которые она может переварить то бишь 180 ньютонометров на них она рассчитана но эта коробка гидротрансформаторные а гидротрансформаторы это вообще-то тоже редуктор причем тоже переменного переменного значения то есть по сути у нас два редуктора две коробки передач с переменным передаточным числом гидротрансформатор а за ней вариатор в отличие от москвича где сначала стоит пакет сцепления а потом уже вариатор и на москвиче у нас коробка передач рассчитана на 220 ньютонометров можно подумать что она там значительно крупнее или переваривает действительно большую нагрузку но мое вот предположение не буду на нем настаивать что как раз таки здесь заявлено с учетом коэффициента трансформации гидротрансформатора который может увеличивать крутящий момент потому что по сути эта маленькая коробка передач двигатель у нас здесь на 170 ньютон метров максимальной отдачи плюс какой-то там коэффициент трансформации и может быть эта коробка на самом деле потянула бы 250 ньютона метров если бы на ней также стояло фрикционное сцепление как на москвиче но конструкция другая в отличие от своего прародителя jatka gf 015 в ней отсутствует ну как отсутствует в ней исключена проблема известная на японских коробках это хитрый такой сложный тарельчатый маслонасос как я уже по моему несколько раз сказал здесь стоит обычный шестеренчатый как говорится вечный но проблема что для этой коробки что для другой нестабильное китайское качество и также но пока опыт по этим коробкам не такой большой как по бельгийским панчем которые действительно ставились еще с начиная с мини купера в начале двухтысячных но я так понимаю что все равно она может теоретически на отдельных автомобилях ломаться очень рано но опять же гарантия ну такого я думаю вы еще никогда не видели тем более у авто журналистов сейчас мы будем измерять нашего мальчика по его внешним габаритам потому что официальным данным мы не доверяем а кто вам еще такое покажет только авто мпс габариты длины я думаю правильно мерить по самой выступающей части а это у нас рамка номерная берем точку здесь и также точку сзади но номерная рамка здесь чуть утоплена больше всего выступает вот этот вот пластиковый элемент записываем ширину посмотрим по зеркалам и по колесным аркам потому что зеркала все-таки складываются но начнем зеркал чтобы не поцарапать аккуратненько у данного прибора есть компенсация наклона поэтому то как я держу палку не так важно он записывает именно там где стоит кончик и что касается габаритной ширины по аркам здесь надо понимать что передние и задние арки могут быть немножко разной ширины и вот это вот информации какая из них максимальная ширина вы конечно же нигде не найдете а померить рулеткой ну я не знаю как вы будете это делать и того у нас получается что длина автомобиля по самым выступающим точкам 4 398 что всего лишь на 2 миллиметра меньше чем заявлено и находится в пределах погрешности измерений по зеркалам у нас 2 метра 93 сантиметра разложенным по задним аркам метр семьдесят один а по передним метр семьдесят девять и шесть миллиметра на 4 миллиметра меньше заявленного ну тоже можно сослаться на погрешность измерений так что заявлено все достаточно неплохо осталось померить высоту получается что у нас самая верхняя . это не рейлинги а антенна она почти на два сантиметра выше и получаются прям заявленные 166 ровно прям в точности как по инструкции поэтому имейте ввиду если будете заезжать куда-то в низкий паркинг антенна у вас самое высокое место если конечно вдруг вам эта информация была важна проведем средств и те же самые манипуляции и узнаем сколько же она по факту а заявлено кто не в курсе 4 4 445 то есть на четыре с половиной сантиметра длиннее но вот здесь вот по-хорошему убрать номерную рамку и было бы еще минус сантиметр а ну давайте уж вместе с номерной рамкой будем максимально честными и замерим реальные габариты и так получилось у нас 4 447 то есть на 2 миллиметра длиннее заявлено но я напомню передняя рамка прям очень сильно выступает если на нее надавить ну там плюс-минус сантиметр наверное будет гулять теперь давайте проверим ширину также по передним аркам заявлено 1 метр семьсот восемьдесят сейчас к сожалению подзабыл точно скажу 85 миллиметров то есть уже чем москвич должен быть если что точность измерения здесь порядка пяти миллиметров получилось ширина по аркам 1784 прям с точностью до миллиметра это даже лучше чем погрешность измерений так что считаем опять же что заявлено верно ну и давайте проверим по зеркалам раз уж делали то же самое на москвиче и ну серьезно ребят кто еще вам такое измерение покажет даже если она бесполезная но как минимум необычное ну вот вам и собственно и результат сильно выступающие зеркала на москвиче показали что габарит по ним больше но справедливости ради там есть электроскладывание зеркал а здесь этого нету тоже немаловажный фактор но осталось замерить только высоту хотя тут вроде бы очевидно что она значительно меньше чем у москвича в том числе и в салоне но по результатам измерения высоты у нас получилось что соответствует заявленному в пределах погрешности измерения плюс-минус 4 миллиметра несущественно не знаю опять же тест может не очень полезный но это было по крайней мере интересно я не видел чтобы кто-нибудь другой когда-нибудь вообще в принципе проводил такие измерения всегда слепо доверяли заводским параметрам а тут есть такая возможность почему нет поскольку у нас оба автомобиля имеют полностью светодиодную оптику хотя москвич 3 в отличие от весты ng в более бюджетных комплектациях имеет галогеновые фары тем не менее у нас автомобили в комплектациях максимальных мы решили ее сравнить но для сравнения неплохо бы выработать какую-то стандартную методику и мы это сделали взяли два автомобиля поставили в одно и то же место навели их фары на одну и ту же точку и при одном и том же уличном освещении сделали серию фотографий с одними теми же настройками камеры то есть выдержка экспозиция фокус и так далее в результате мы получили серии снимков внимательно разглядывая которые можно увидеть все нюансы и отличия и сейчас вы у себя на экране видите два снимка ближнего света фар если смотреть вот так вот в целом создается ощущение что фарма сквича работают прям ощутимо лучше при практически одинаковом уровне освещенности центральной зоны фарма сквича захватывают явно большую площадь особенно непосредственно перед автомобилем что конечно же важно во время парковки в темное время суток но если мы максимально увеличим центральную зону то увидим что по левому ее краю выделяется какой-то такой характерный голубой то ли синий цвет чем он обусловлено не совсем понятно но и в целом цветовая температура фар москвича несколько более холодная что хуже в мокрую погоду также если мы посмотрим и на освещенность правой обочины то особенно вот в зоне этого куста то вы увидите что фары веста справились здесь уже ощутимо лучше осветив большую площадь ситуация в целом повторяется и для дальнего света фар сейчас он у вас на экране и точно так же если мы увеличим то тут уже увидим что детализация как в центре кадра так и по правой обочине она лучше у весты и точно так же фары москвича продолжают проваливаться в некую такую синеву и я напоминаю что у нас все настройки фотографии абсолютно одинаковые то есть если вы глазами что-то видите как хуже освещенное то и в реальности она выглядит именно так ну давайте посмотрим вот сажусь как обычно принято сам за собой и перед коленями еще ну вот толщина как раз таки рулетки где-то 10-15 сантиметров она все-таки мягкая что достаточно много да согласен ноги есть куда вытянуть под сиденьем много места сижу честно признаться комфортно по ширине салона между ручками двери метр двадцать пять салон достаточно узкий но достаточно высокая крыша если уж мы сравниваем с местной в углублении где плафон девяносто четыре сантиметра вот где вот это вот нависающая часть из-за люка возникши чуть поменьше 85 но голова заднего пассажира она все-таки туда уходит и если бы я был чуть выше ростом я бы головой цеплял пытаясь наклониться вперед и если скажем захотел бы там пожать руку водителю то зацепился бы вот так сидеть могу и даже если я был бы метр девяносто я думаю мне было бы здесь также удобно по посадке задних пассажиров зачет к сожалению окно не открывается полностью хотя ничего не мешает делать вообще-то специальные секции чтобы вырез под колесную арку не мешал основной части окна опускаться до конца как вообще в нормальных автомобилях но есть что есть поэтому продолжаем наше измерение также меряем по узкому месту по ручкам который в принципе практически на такой же ширине что и подлокотник поэтому то что они вот такие вот узенькие не смотрите метр тридцать опять же шире чем москвичи высота потолка у нас от середины подушки до верха у которого нету люка соответственно ничего не отнимает 90 и здесь такой приличный уже наклон подушки чтобы сиделось как-то покомфортнее с учетом того что в целом то автомобиль ниже что мы уже доказали нашими высокоточными измерениями но если уж от края подушки мерить то справедливости ради 85 и да с моим ростом еще нормально и я как бы в потолок не упираюсь но был бы я чуть-чуть буквально выше даже на 5 сантиметров я бы уже уперся головой в потолок причем попытка как-то выровняться она особо ничего не меняет двухметровым людям здесь не усеться и в целом сама посадка опять же здесь меньше расстояния под сиденье ноги до конца не заходят подушка между ногами и подушкой пролезают пролезают ладони ну честно будем честны москвичи салон удобнее на всех сидений и включая задний ряд и подогревы там есть поэтому и наверное их так любят в такси объем багажника такого же автомобиля мы уже мерили причем стандартной методикой журналу за рулем то есть вот такими кубиками если хотите смотреть подробнее переходите по ссылке в описании здесь кратко скажу что получилось у нас вообще не заявленные ни разу 520 всего лишь 344 литра уж не знаю как завод мерил откуда они взяли такие большие объемы но факт есть факт но куда интереснее не только сам объем потому что ну знаете бывают всякие ниши там какие-то углубления которые естественно тоже дают объем но плюс всякие наклонные поверхности это просто непрактично и нельзя использовать зачастую поэтому мне вот например интересны размеры просто обычно линейные размеры вот это вот ширина от арки до арки куда я смогу положить вещи составляет менее 1 метр 096 сантиметров и длина даже пускай максимальный несмотря на изгиб в 1 на нет нет 080 80 сантиметров на 96 сантиметров прям багажник откровенно маленький но может быть ситуация изменится когда мы сложим задние сидения давайте проверим сколько же у нас получится будем мерить насколько это у нас позволяет такой расклад хотя бы по длине метр шестьдесят это прям максимальное расстояние при условии что сейчас сиденье стоит под меня настроен у меня метр восемьдесят не самый большой не самый маленький можно отодвинуть вперед сантиметров еще на 20 временно но тогда уже за рулем наверное никто не усядется потому что место там тоже не вагон либо складывать маленькую секцию потому что задние сиденья складываются не в равной пропорции если вам там лыжи перевести или еще что-то которые у вас метр восемьдесят а людей не надо не не знаю про что это за ситуация тогда отодвигаете переднее сиденье складываете заднее правое а одного пассажира сажайте за собой как за водителем получится с багажниками у этих двух автомобилей какая-то парадоксальная сложилась ситуация потому что если вы будете при покупке ориентироваться исключительно на официальные данные вы подумаете что у москвича багажник прям больше но по факту вот мы померили получилось 344 вместо 520 здесь же заявлено 480 но опять же по нашим же измерениям канала авто мпс ссылочка в описании получается всего лишь 420 не настолько меньше насколько заявлено в как случае с москвичом но все равно меньше заявленных но багажник то больше но давайте хотя бы сравним линейные размеры раз уж у нас есть такая возможность и здесь багажник более прямоугольный если мерить по самым-самым узким местам а я напоминаю там я намерил ну вы видели сколько зачем мне собственно напоминать здесь у нас 91 сантиметр это самое узкое место она по всей длине одинаковая но вообще-то у нас здесь максимальная комплектация и в ней должен быть второй пол который не только поднимает уровень пола но еще и расширяет его и если я померю таким образом под опять же самому узкому месту то получу уже 99 то есть прям метровый багажник а здесь еще есть уширение у которых сеточка здесь углубление для хранения вещей то есть багажник организован очень хорошо по длине он снова прямоугольный практически прямоугольный гораздо более прямоугольный чем москвича и длина его 93 сантиметра ну против 80 у москвича по всем параметрам этот багажник лучше больше практичнее хотя заявлено значительно меньше давайте же сложим задние сиденья померяем максимальную длину а также узнаем можем ли мы получить ровный пол ровный пол у нас также не получается как и в москвиче более того горб даже еще и под большим углом наклона спинка ложится но вот длина при водительском сиденье установленном как говорится сам за собой 168 то есть опять же багажник длиннее шире выше не знаю сложно оценить все таки там и машина сама повыше если уж забивать до потолка может быть там где-то москвич и отхватит недостающие литры но вот по практичности явно преимущество за ладой весты да действительно друзья мы намерили 344 литра в техцентре за рулем и что меня и удивило во первых смотрите я нажимаю на кнопочки у меня все заняты и двери открываются вот эта сумка для гольфа я ее сюда воткнул и это мне удобно и нравится там еще кроме всего прочего можно много чего накидать багажник меньше чем у весты но смотрите вот такая кнопочка как уж люкс класса культурно все закрывается руки чистые а теперь меняем городские туфли на сапоги и поехали на дачу переходим к нашей теперь уже традиционные рубрики замером геометрии то есть углов въезда и съезда и дорожного просвета и начнем задней балки так как она значительно выше чем передняя подвеска по центру 24 сантиметра понятное дело это много но у нее нет и дифференциала то есть привод только передний а в плечевой зоне естественно значительно меньше всего лишь 19 что в принципе тот же прилично под бензобаком у нас вот в центре где установлен сам топливный насос 22 и 6 то есть чуть чуть ниже чем балка задней подвески проедете какую-то кочку будьте внимательны помните об этом для измерения просвета спереди нам понадобится досочка но потому что традиционно у переднеприводных автомобилей самая нижняя точка посередине под передней под защитой двигателя и здесь у нас рулетка такое маленькое расстояние не хочет мерить к сожалению столь малые размеры ваша лазерная рулетка мерить отказалась поэтому переходим к дедовскому методу который у нас дает 15 с половиной это по центру защиты а у защиты есть еще вот такие вот небольшие выштамповки ну справедливости ряде померяем до них все-таки они чуть-чуть до ниже и на них у нас 15 ровно вот вам и заявленные 170 причем что касается углов въезда и съезда я их тоже уже померил вот такие они получились увес тоже свой кросс просвет по середине балки как ни странно поменьше 1 99 ну 20 ровно а в плечевой зоне и того меньше здесь может даже рулетка откажется мерить да так и есть значит короче где-то 15 сантиметров при этом бензобак на этот раз висит выше чем задняя балка вот у нас . получается 2227 то есть бензобак висит на той же высоте при том что колеса то увес ты меньше чем у москвича но задняя балка еще ниже в отличие от москвича кстати бензобак здесь больше на 5 литров а вот трубки проходящий по днищем ничем не прикрыты как вы помните на москвич был такой пластиковый короб полностью их закрывающий по передней подвески у нас ситуация несколько иная потому что если на москвича была существенная толстая металлическая защита свисающие ниже всех агрегатов то здесь вот такой тонкий все еще металлический лист но дырявый потому что вот непосредственно картер коробки передач у извиняюсь двигателя а вот поддон коробки передач и они являются самой низкой точкой меряем заявлено у нас для версии с кпп 194 миллиметра и ровно столько здесь и есть да но не до защиты а до картера и как мы можем наблюдать до самой нижней точки картера двигателя чуть чуть побольше 197 миллиметров но несущественно в принципе те же цифры ну вот вам и кросс не такой уж прямо проходимец тем более что если поставить существенную такую защиту как на москвиче то еще где-то сантиметр смело отнимайте если не полтора все еще больше чем на москвиче но не не кроссовер и хотя данный кузов у нас называется спорт ваген чтобы это не значило плюс он еще и кросс версия то есть приподнятый а второй наш участник называется почему-то кроссовером тем не менее у них практически одинаковая конструкция подвески практически ну близкие дорожные просветы но тем не менее на москвич то у нас как на кроссовер заявлены углы въезда и съезда она вроде как городской такой вот универсал не заявлено не нужно но по факту мы померили передний угол въезда у них вообще одинаковый ну задний хоть и не одинаковый спереди извиняюсь 20 с половиной градусов что больше чем заявлено на москвич но я предположу что все дело в том что заявка на максимальную загрузку то есть на полную массу а у нас она как бы снаряженная а вот сзади на вести поменьше более длинный свес 25 и 6 десятых градуса а на москвиче целых 31 да но дорожный просвет все-таки больше у весты вот такие вот дела вот и вытащили мы ничего 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 сейчас назад сдадим и и с разгончик проба москвича на скользком глинистом подъеме с перегибами вроде и спи есть диагоналки проезжает с роликов съезжает но вот здесь поздновато газ нажал раньше надо было ускоряться поактивней пошел 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 заходит заходит рулем прямо поставить блин вот не могу подсказать жалко в разрез колеи прошел серединку не провалился в итоге его низкий дорожный просвет и мы не помешал вот машина едет сама в режиме спорт вот вышел вышел из наш ничего не вот нога моя ничего не нажимаю могу даже выйти из места водительского сама едет молодец почти автомат ну что друзья больше ходу меньше ям заметных для москвича но не для его защиты защита у него потолще чем у весты но это оправданно потому что и дорожный просвет как вы видели заметно меньше у весты основное преимущество это ход и дорожный просвет но москвич и по роликам и здесь грязь вот в эту своим красным лицом и ударил поэтому я считаю что по бездорожью вот как ни крути ну вот положа руку на мпс ничья ты поспоришь но свет и бездорожью то сложно назвать поэтому можно поспорить уже с этим фактом так чуть-чуть прокатились по грязи просто если у вас дорога до дачи до требует проехать по какому-то вот такому легкому грунтовому бездорожью просто имейте ввиду что вы можете на 1 и на 2 увесьте дорожный просвет больше у весты мы это и так знали но еще раз продемонстрировали в принципе справились оба друзья мы постарались быть с вами максимально объективными но мне хочется все-таки добавить небольшую ложечку субъективности вот павел если вдруг авто мпс подарит тебе один из этих автомобилей какой ты возьмешь это неожиданный вопрос но если так подумать ни один из них если честно прям вот положа руку на сердце мне не нужен но если рассматривать их с точки зрения продажи чтобы получить его подарок подарки что откажешься от подарок нет не откажусь давай говори я возьму какой берешь возьму и выставлю на продажу а поскольку берешь говори а я скажу москвич хоть и стоят дороже но есть слабо верю в его перспективно вторичном рынке а вот место я знаю что расхватывают как горячие пирожки поэтому я лучше возьму весту походам ее и деньги ввожу в банк по 20 процентов годовых хороших вывод друзья но что касается меня но честно скажу веста мне не нужна я не очень уверен на в моторе 18 я знаю трудную историю водоработок а тем более сейчас ему приходится дружить с чужеродным вариатором но хотя дай бог чтобы все было в порядке вера и и живите либо есть либо и и нет что касается москвича 3 до при всех тех недостатках которые мы сегодня намерили я бы в подарок качестве подарка взял бы его чтобы я сделал я бы обклеил его в первую очередь и продал через два года если вдруг там были бы какие-то царапилин или сколы я бы нанес один слой краски и ни один продавец никогда бы не упрекнул меня в том что я сдаю битую машину и получил бы за него еще 500 тысяч плюс потому что будет инфляция сейчас узнаете через два года он будет только дороже автомобиль шустрый для меня я ездил как старые тапочки вот просто бросил я выхожу мне два в три автомобиля стоит я сажусь в него и еду еду вообще причем он даже уток активненько в поворотики входят где-то динамика для города вполне нормальный я никого не уговариваю просто вдруг если вам подарят не отказывайтесь звучит уже как реклама какая-то как бы это не звучало да за то что мы здесь намерили сегодня рекламу не дают рекламу снимают подождем какое-то время с вами был блог авто мпс смотрите павла кабанова и других ведущих мы говорим правду об автомобиле и подписывайтесь на авто мпс во всех социальных сетях не только на youtube хорошего дня